А мы продолжаем наше движение к основной точке, к основной цели нашего сегодняшнего путешествия. Это Бадбийский монастырь. Женский монастырь, расположенный примерно в двух километрах от города Сигнахи. В нем покоятся мощи просветительницы Грузии, святой равнопостальной Нины, умершей в IV веке. Праздник храмовый, кому это интересно, отмечается 14 января. Сюда приезжает огромное количество паломников. Перед своей кончиной святая Нина удалилась местечко Бодби, куда мы сейчас с вами направляемся. И прослужив некоторое время, она скончалась, была здесь похоронена. В скором времени по просьбе царя Марианна над могилой святой Нины был возведен храм в честь святого Георгия, небесного покровителя Грузии. А близ его возник и монастырь. По дороге мы остановились купить мандарины, потому что для нас салый мандарин – это всегда некая ассоциация с Грузией. Где мы были в начале 1987 года. И остались самые теплые воспоминания. Грузия – мандарин. Даже была такая смешная история, что я до поездки в Грузию, честно говоря, не знал, что мандарины растут в Грузии. И когда я видел огромное количество людей, продающих мандарины, я всегда думал, что это спекулянты. Ну, так вот получилось. Такая вот смешная история. Оказалось, что они здесь растут. Итак, Бадбийский монастырь. Монастырь, у него была тяжелая судьба. Несколько раз он разорялся, был разграблен. В том числе войсками персидского шаха. Здесь был мужской монастырь, потом женский монастырь в XIX веке. Сейчас монастырская служба возрождается. Здесь в настоящее время женский монастырь. Это колокольня, очень высокая, красивая колокольня, была построена в конце XIX века. Сейчас мы с вами пойдем в храм святого Георгия. Вот вы его видите, он такой небольшой храм, где и находится главная святыня Грузии, могила святой Нины. Я здесь второй раз. И с большим почтением отношусь, уважением отношусь к святой Нине. И мне очень хотелось привезти сюда и супругу свою, Аллу. Само место, где захоронена святая Нина, я не буду показывать. Хотя, не знаю почему, очень много местных жителей, я видел, приходят туда и снимают там все это сотовыми телефонами. Я посчитал, что это некрасиво. А вам, дорогие мои зрители, если кто будет в Грузии, очень рекомендую сюда приехать. Здесь есть еще и источник святой Нины. Когда я был здесь примерно 4 или 5 лет назад, я спускался к этому источнику, но идти туда очень-очень далеко. Нужно как минимум часа-два времени, если не больше. Примерно 3 километра надо спускаться с горы и 3 километра потом подниматься. Поэтому в настоящее время мы решили не идти к этому источнику. Замечательно отсюда открывается с горы панорама. Панорама на Алозаннскую долину. И вот там вот в низине, прямо надо спуститься до самого низа с горы. Хорошая идет дорожка, ступеньки. Там вот и находится источник святой Нины. Сейчас строят уже много лет. Строят вот этот большой храм, вы видите, за нашими спинами. И, в общем-то, работа идет, по всей видимости, к завершению. Мы заглянули внутрь, там уже идут обделочные работы. Я думаю, что скоро мы... Обязательно я сюда еще раз приеду, и мы увидим уже новый храм. Ну, а рядом с монастырем, как всегда, вы можете и покушать, и купить какие-нибудь сувениры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!